Шахматы Бронзовый призер Всемирной Олимпиады по шахматам 2014 года в Норвегии, чемпионка Азии среди девушек, трехкратная чемпионка Казахстана среди женщин, победительница турнира Bad Warrior Show of Open, автор учебника по шахматам для детей и разработчиков. онлайн-курса по обучению преподавателей игре в шахматы. училась я этому в детстве, поэтому в определенной степени прошу мне сегодня помочь. Ну, во-первых, хотелось бы поздравить вас с орденом Дара от Казахстанской Федерации шахмат. Давайте вот с него начнем, с хорошего, что называется. Да, орден Дара в начале нашего 2021 года стал для меня неожиданностью. Орден мне дали за заслуги, за развитие шахмат в Казахстане и за мои шахматные спортивные победы. Ну вот, 20-й год, о котором мы, наверное, будем вспоминать еще очень-очень долго, для вас он был очень успешным. Он и начался у вас с успеха, да, вы вернулись сразу с победой, затем приступили к онлайн-курсам, да. Вот давайте начнем отсюда, вот с онлайн-курсов, которые вы недавно завершили. Насколько это было эффективно? Вообще проект начался с предложения Валихана Тэна, он директор World Class, а также они вместе сотрудничают с телеканалом «Другой ты». У них такая идея возникла, новый проект. Именно обучающие занятия по шахматам записать предложили в начале года. Ну, я долго не думала, согласилась. На общественных началах это все записала. Было, конечно, очень сложно записывать, потому что это нужно каждый раз проговаривать, сниматься на камеру. То есть долгий путь, но тем не менее уроки получились очень красивые, профессиональные. Мне кажется, эти уроки дадут детям, в целом общественности, да, какой-то толчок именно изучать шахматы, играть в шахматы, потому что они разработаны в такой легкой форме, чтобы они не усложняли себе шахматные понятия, легко и просто изучали. Давайте попробуем сыграть, да. Я еще раз повторю, очень волнительно с вами играть, но я тоже хочу попробовать свои силы. Давайте начнем. Давайте. Ну, я думаю, еще свою роль сыграл вышедший осенью сериал Королевский гамбит, да, и интерес к шахматам возрос чрезвычайно высоко. Вы его смотрели? Да, конечно. Все очень интересно, красиво, красочно. Они все это показали, и действительно шахматную жизнь того времени они очень красочно показали, потому что в те годы, конечно, женщин было очень мало в шахматах. И как сыграла свою роль, да, в Бэт Хармон, очень на высоком уровне. Ваш ход. Никогда не думала, что скажу об этом гроссместеру. Что, на ваш взгляд, было там правдиво, кроме атмосферы, кроме декораций, да, а что нет? Ну, в первую очередь, все шахматные позиции, они были правдивы, там не было постановочных каких-то непонятных позиций. Обычно, когда снимают такие фильмы, всегда неправильные ходы делаются, да, за доской. Там слон не так ходит, там конь не так. А здесь было все на очень высоком профессиональном уровне заснято. Что касается таких сомнительных моментов, это касательно, я так думаю, вот этих вот таблеток, которые она принимала, это крайне редко, такого практически не бывает. Видимо, она была гением, или, может быть, это было что-то, задумка, может быть, режиссера, а так шахматисты таких вещей не принимают. Агумира, в этом сериале поднимается еще одна важная тема, да, вот она была понятна телезрителям, особенно, я думаю, женской половине, тема женщин в спорте и предрассудков о женщинах. Вот вы когда-нибудь с подобным явлением сталкивались? Ну, сама я никогда не сталкивалась, потому что мы живем в таком современном, в 21 веке. Но такое было очень давно, когда женщин не было в шахматах. Но потом, естественно, начали уже воспринимать женщин всерьез, очень много видных шахматисток появилось, особенно, когда чемпионки мира появились, менчик и другие. Сейчас женщины наравне с мужчинами играют, проводятся смешанные турниры, это называется open-турнир, где играют и женщины, и мужчины. А официальные турниры проводятся раздельно для женщин, для мужчин, потому что там разыгрываются разные комплекты медалей. А вот почему, Гульмир, на таких турнирах призы для женщин скромнее? Наверное, это в первую очередь связано с тем, что женщин намного меньше, чем играющих мужчин. Но, тем не менее, конечно, это не означает, что женщинам нужно меньше призов фондовать. Это, наверное, нужно на уровне федерации, на уровне международной федерации принимать какие-то определенные решения касательно уравнения призов. Если мы будем говорить о Казахстанской федерации шахмат, то у нас призы равны. Вот, допустим, мы чемпионаты Казахстана проводим для мужчин, для женщин, где-то порядка 5 миллионов выделяется, и для мужчин 2,5, и для женщин 2,5. То есть у нас равенство. Хорошо. На каком уровне сейчас у нас шахматная школа в нашей стране? Ну, шахматы в Казахстане развиваются очень бурно, очень хорошо, детей очень много, особенно чемпионов мира среди школьников, чемпионок Азии среди школьников, еще среди детей. У нас вообще разделяются среди школьников отдельные чемпионаты мира проводятся, среди детей отдельные чемпионаты мира. И каждый возраст еще по-разному определяется от 8 лет до 18 То есть до 8, до 10, до 12, до 14, до 16, до 18, до 20 И уже потом взрослые шахматы начинаются А вот как-то за последние годы эта статистика поменялась? В лучшую, а может быть и в худшую сторону? В количественном отношении? Нет, у нас каждый год звездочки появляются Вот недавно, допустим, лучшей спортсменкой 2020 года стала Калехмед Ильнас Она уроженка Алматы Она завоевала серебро чемпионата мира до 10 лет То есть каждый год у нас такие вот новые лица появляются Но, конечно, хотелось бы, чтобы от государства было больше поддержки Потому что вот в России, да, на уровне государства поддерживаются шахматы Недавно Узбекистан принял новые постановления на уровне президента страны И на шахматы они начали выделять уже 2 миллиона долларов на шахматы в школе И еще 5,5 миллионов на профессиональные шахматы То есть на проведение турниров, на поддержку профессиональных шахматистов На массовые шахматы То есть это уже на уровне государства Хорошо, а внедри программу в наши школы массовые шахматы, да? То есть практически, допустим, на район или, допустим, на несколько школ Один клуб Есть кому вести эти уроки? Да, с этим я согласна Кадров у нас меньше Но, тем не менее, ежегодно мы проводим несколько семинаров И обучаем новых тренеров, преподавателей То есть кадров становится больше Вы являетесь одним из авторов учебника по шахматам для преподавателей Да Какая цель была у этого проекта? И эта цель потом была достигнута? Было какое-то мониторинг после этого? Ну, в первую очередь, да Вот мы запустили проект шахматы в школе Это был пилотный проект в 2017 году Мы разработали учебники Они не только для преподавателей, но и для школьников Потому что там есть методическое пособие Есть рабочая тетрадь И есть сами учебники То есть такая цепочка, да? И на данный момент Это статистика прошлого года 20 тысяч детей в Казахстане То есть эти школьники изучают шахматы благодаря этим учебникам А вот мы с вами уже начали говорить о сериале После его выхода Лично к вам увеличилось количество обращений с просьбой Научите меня играть Да, 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 увеличилось Вообще сейчас увеличилось не только количество учеников Но и тех, кто начал играть в интернете В день во всем мире Играются 17 миллионов партий То есть это онлайн игры Но недавно мне понравилось, что Одна девочка, с которой я давно-давно занималась В студенческие годы Она мне позвонила и говорит Вот вы помните Я вот Алтанай Хочу заниматься Снова шахматы Я посмотрела сериал И все, загорелось Теперь она каждый день играет в шахматы Крюмир, а когда вы сами открыли в себе шахматные способности? У меня папа научил играть в шахматы Сколько? Мне было 4 года Но я этого не помню, конечно Я была совсем маленькая Но по словам папы Да, 4 года Он начал мне показывать ходы Начал со мной играть Но я родилась в маленьком поселке И там не было ни шахматного клуба Никаких мест, где можно было бы играть в шахматы Вот она, основа уже сценария Нашего казахстанского королевского гамбита Потом И он со мной каждый день играл Он у меня работал тогда в налоговой инспекции То есть вечером приходил Мы с ним играли в партии Изучали какие-то дебюты Решали задачи И со временем он действительно поднял У меня любовь к шахматам И я вместе с папой начала выезжать на турниры Но они были в основном городского характера Потом уже республиканского А когда вы поняли Когда наступил такой момент Когда вы поняли, что этому нужно посвятить жизнь Что нужно с этим выйти на профессиональный уровень? Ну это произошло само собой как разумеющееся Когда я выиграла Вообще без тренера Только с папой Мы ездили на турниры Я выиграла чемпионат Узбекистана Там международный турнир проводился на призы труд Я выиграла россиянок, узбечек, казахстанок И заняла первое место Тогда мой первый тренер Григорий Борисович меня заметил Сказал, вот талантливая девочка Пусть она переезжает в город Я буду ее вести Занятия будут бесплатные То есть они для меня создали все условия Это была школа Дюшор имени Лизата Жиевой В Шемкенте И благодаря вот этой вот школе Благодаря моему тренеру Григору Борисовичу Я стала чемпионкой Азии Бронзовым призером Олимпиады Ну и куча-куча других заслуг Которые я добилась благодаря тренеру своему В 2020 году Тот год, который мы будем очень долго вспоминать Он для вас прошел успешно Вы одержали сразу две победы А сейчас мы все перешли на этот режим онлайн Вот вам насколько онлайн работает легче Или сложнее, скучнее может быть Интереснее Как? Турниры, которые я сыграла вживую в 2020 году Мне, конечно, повезло Я до карантина успела и в Сербию съездить, и в Германию А потом уже закрыли В марте, когда я из Германии прилетела Меня сразу закрыли на карантин Я такая дома две с половиной недели сидела Но тем не менее Сейчас шахматы перешли в новый формат Все онлайн После этого были проведены Чемпионаты Азии Вот на Кубке Азиатских наций я завоевала бронзу На своей доске То есть хорошие были турниры После этого ко мне обратились с предложением Сыграть за французский клуб Треблай энд Франс Я с ними заключила контракт Вот на прошлый год и на следующий год То есть на 2021 год В ноябре мы поедем в Монако Там уже, скорее всего, живой турнир будет И буду играть за французский клуб Вы сейчас стали выступать за французский клуб Шахматная школа имеет свои национальные особенности? Ну, в основном, если так посмотреть Каждая страна, это Ну, своя культура, да, у каждой страны Но Казахстан, это советская культура шахмат То есть у нас все очень базово Мы все изучаем досконально Но у европейцев немножко по-другому Я бы сказала, вот в Азии Шахматы лучше развиты, чем в Европе Но, тем не менее, у французов очень сильная школа У них есть Мария Сибак Которая там очень высокий рейтинг Она была призером многих международных турниров То есть у них очень хорошая школа Именно мужская У них вообще Лаграф Который рейтинг там 2,800 И очень много других спортсменов В целом, наша страна может стать шахматодержавой? Что, по-вашему, еще нужно предпринять для этого? Я думаю, да Если будет государственная поддержка То в течение пяти лет, мне кажется Можно будет срастить очень большое количество Сильных шахматистов Они у нас уже есть То есть нужно просто немножко поддержки Сейчас у нас закрыты границы Для того, чтобы привести свои чувства, мысли Размять руки Кого вы выбираете в партнеры? Ну, в основном, это мои друзья Это Евгений Пак Это Антон Филиппов Антон Филиппов Это вообще игра с месяца 2600, да? У него есть своя школа Мир Шахмат Мы часто туда ходим Играем какие-то турниры Которые он проводит Или его школа проводит И также клуб Дебют Здесь очень большая поддержка Со стороны президента федерации Алматинской Это Новиков Павел Максимович Здесь постоянно турниры проходят То есть мы можем приехать сюда играть Жизнь по-прежнему кипит Она только не в пределах нашего Но, конечно, ограничение по количеству людей Не более 30 человек Да, это правильно Конечно, мы сейчас все должны соблюдать Все карантинные меры Опять возвращаясь к сериалу Все мы, зрители А женская половина зрителей особенно Отметили подход к внешнему виду героини Да, то есть она позиционируется там Как модница в определенной степени Она любит шоппинг, она любит одеваться Вот вы, когда готовитесь к турниру Прорабатываете свой лук? Я думаю, это делает любая женщина Вне зависимости, шахматистка она или нет Но мне кажется, конечно, шахматистки в большей степени Потому что здесь, естественно, мы не надеваем на себя Спортивный какой-то костюм И не идем что-то тяжелое поднимать А, естественно, наш внешний облик Нам придает какую-то уверенность Как мы красиво выглядим Какие мы красивые ходы делаем Какие сережки мы надели, какие кольца мы надели Это все, мне кажется, придает какую-то уверенность Не только в своих силах Но и уверенность во внешности Ваш ход А с кем бы вы хотели оказаться за одной доской? А давайте вспомним, знаете, даже исторические личности в шахматах Ну, в первую очередь, конечно, мне бы хотелось сыграть с Гарри Каспаровым Потому что это мой кумир Он тоже родился 13 апреля Я тоже В первую очередь такая знаменитая, большая личность Яркая личность И, естественно, с ним хотелось бы сыграть Но он, конечно, играет сейчас шахматы очень редко Он давно бросил шахматы Занимается политикой И развитием шахмат уже американских шахмат А был какой-то запрос? Может быть, достаточно ему написать и сказать Я приглашаю вас просто за игру Ну, без всяких, без рамок турниров и все прочее Ну, возможно Какой вы видите себя? И с какой наградой вы видите себя в конце карьеры? Ну, для меня самое главное – это не награда Потому что спортсмены, да, конечно, они хотят стать чемпионом мира Я тоже этого хочу, да Но самое главное для меня – прожить счастливую жизнь Я должна добавить еще раз, что это очень волнительно Что мне сегодня удалось посидеть за шахматной доской с гроссмистером Но вот мы уже подошли к какому-то итогу, да Я думаю, что вам лучше подвести итог И мне очень стыдно Вы уже мат получаете? Да, благодарю Я бы хотела воспользоваться случаем и обратиться к юным шахматистам, родителям Занимайтесь шахматами, потому что это увлекательный мир Шахматы развивают ваше логическое мышление, ваш интеллектуал И многому поможет в жизни Даже если вы не станете чемпионом мира, но вы будете принимать правильные решения в жизни И во вторую очередь, конечно, это путешествия Вы будете изучать мир, людей и новые культуры После выхода сериала «Королевский гамбит» запросы в интернет-магазинах на категорию «Шахматные наборы» вырос на 200% А запрос «Как играть в шахматы» в Гугле вырос в 4 раза и стал рекордом за последние 9 лет И это один из самых лучших трендов минувшего года Побед нам всех! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова